Как развивается мировая экономика, а также Россия и Тверская область? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. В распоряжении правительства Российской Федерации, которое опубликовано на сайте Кабмина, говорится о выделении Минпромторгу 10 миллиардов рублей из резервного фонда на производство и закупку оборудования и продукции диагностики, выявление профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средства индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий. Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. При принятии решения Совет исходил из комплексной оценки таких факторов, как падение производства и спроса на фоне пандемии коронавируса, падение цен на нефть, выход инвесторов из рисковых активов, усиление волатильности потока капиталов и колебания на мировых финансовых рынках. Глобальная волатильность наряду с резким снижением цен на нефть сильно отразилась на российском финансовом рынке и привела к ослаблению рубля. Это будет иметь проинфляционный эффект и может оказать влияние на инфляционные ожидания. Председатель Банка России добавила, что решение о сохранении ключевой ставки должно сбалансировать влияние факторов краткосрочного и среднесрочного характера, риски для инфляции, экономики и финансовой стабильности. Центробанк ожидает сначала повышения инфляции и лишь к 2021 году она должна вернуться к уровню 4%. Самые высокие зарплаты в России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда. За большими деньгами стоит ехать на Сахалин, в Москву и Ямало-Ненецкий автономный округ. Оценивались данные по средним заработным платам за 2019 год постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. В сфере добычи нефти и газа на Сахалине можно получать порядка 370 тысяч рублей в месяц. В Москве самые большие зарплаты у работников финансового сектора. На Ямале самая высокооплачиваемая сфера также добычи нефти и газа. Однако заплата ниже, чем на Сахалине. В среднем 156 тысяч рублей. В Сверской области больше всего получают в транспортном и военном машиностроении. В аудите, праве, архитектуре, научной и технической деятельности. Держателями платежных карт Тверской области за прошлый год совершено 168 миллионов операций, что на 26% превысило показатель 2018 года. Только в предприятиях торговли и услуг Тверской области с помощью платежных карт совершено более 142 миллионов операций на сумму 115 миллиардов рублей. Средняя сумма сделки составила 809 рублей. В 2019 году сохранилась тенденция роста количества и объемов операций, оплаты за товары и услуги по банковским картам. По сравнению с 2018 годом этот рост составляет 34% по количеству операций и 25% по объему, то есть по сумме. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.